Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим, пожалуй, о самой такой скользкой теме в интернете. У социопатии постоянные путаницы с психопатией происходят, постоянные, в общем-то, недопонимания, кто-то нарциссическое расстройство личности путает с диссоциальным расстройством личности. И действительно, с одной стороны, на первый взгляд, очень легко спутать похожие в чем-то местами описания. И, соответственно, все вот эти вот моменты, которые крайне, так скажем, присущи нашим знаменитым нарциссам, присущи психопатам, присущи и социопатам. Если мы заглянем в Википедию, мы даже увидим такой текст, что якобы, ну, и действительно, там в ДСМ, оно вот как бы нет различия между социопатами и психопатами. И сегодня мы поговорим о том, все же, может быть, есть ли это различие, если оно есть, то какое. И обсудим на десерт трешовые истории, связанные примеры из жизни, связанные с социопатами. А сейчас немножечко скучной науки, но без нее никак не перематывайте. Это позволит понять вам всю ситуацию в целом. Если коротко, то дисоциальное расстройство личности в первую очередь ассоциируется с таким именно ассоциальным поведением, с пренебрежением к социуму, равнодушием и черстостью к окружающим. Формируется четкое несоответствие между поведением больного и социальными нормами, рамками общества, в котором он живет. Поведение такого больного с трудом поддается коррекции и даже с трудом поддается коррекции при наличии фактора наказания. Такие больные не терпят нисколько неудач и очень агрессивно относятся к критике в их стороны, легко вообще подвергаются какому-то негативному эмоциям, да, их очень легко вывести на негативные чувства и как следствие всплеск агрессии такой в вашу сторону. Они склонны не только обвинять других, но и даже склонны к проявлению, причем яркому проявлению физического насилия. К дисоциальным расстройствам личности относят психопатические расстройства, социопатические, вот смотрите, психопатические расстройства и социопатические, да, и это как бы все внутри дисоциального расстройства. И об этом различии мы поговорим чуть позже. Сейчас для нас главное понять вот что. Дисоциальное расстройство личности и сама именно, само вот если брать именно конкретно социопатию, для нее характерно в первую очередь игнорирование социальных норм. И агрессивное поведение. Мотивации и побуждение социопата, как правило, лежат в рамках высокопримативного поведения. Высокопримативное поведение – это поведение, близкое к поведению приматов. Есть низкопримативное поведение, то есть поведение далекое от поведения приматов. На этом фоне, так же как и с психопатией, характерно отсутствие каких-то социальных привязанностей, отсутствие каких-то эмоциональных якорей в сторону, ну, таких вещей, которых мы называем там совестью, понятия чести, даже вот эти вот пресловутые там всякие там пацанские всякие там понятия. Социопат, если мы говорим о чистой социопатии, он может нарушить все это. То есть это такой специфический, можно сказать, злодей как бы в корне, если речь именно о социопатии, да, и почему это такое глубокое расстройство, которое в принципе по-хорошему должны лечить, ну, раньше вообще принудительно лечили в психиатрических клиниках. Дело в том, что здесь яркое отсутствие вообще каких-либо рамок, да, то есть человек теряет постепенно с развитием заболевания контроль над своей эмоциональной сферой. И пока мы не ушли совсем далеко, что хотелось бы сказать, Диагноз диссоциальное расстройство личности у нас определяется по МКБ, значит, это циферка F60.2, если я не ошибаюсь. Соответственно, в МКБ, на мой взгляд, присутствует более такое жесткое и сжатое описание данного расстройства, если мы хотим как-то более коротко, да, его сформировать, сформировать представление о нем. В ДСМ даже тот текст, который про нарциссизм я укладывал, если вы посмотрите, вот тут подсылочки в подсказочке где-нибудь будет, думаю, он такой более размытый. И когда они дают, допустим, отсылки на биполярное расстройство, на нарциссистическое расстройство личности, они у них все как бы немножечко перемежаются и могут сочетаться. С точки зрения более современных данных это более правильно. Вот то, как описывается, на мой взгляд, это в ДСМ. И то, как описывает это ДСМ, тогда отсутствует необходимость разделять психопатию и социопатию, потому что ДСМ, если вы будете читать эти определения, они разбиваются на кластеры, под кластеры, разные расстройства более подробно. И таким образом там, ну, понимаете, более, так скажем, из маленьких паззлов состоит вся эта картинка расстройства человека. Да, мы ее можем там, то есть вот как написано, допустим, нарциссизм не исключает биполярного расстройства. И биполярное расстройство не исключает нарциссическое расстройство. Также и дисциальное расстройство личности не исключает, там, к примеру, какие-то другие виды расстройств. И мы как паззл это все собираем. Для более простого понимания обычному обывателю, чтобы было понятно, я бы разделил просто на, как бы вот по старинке, как раньше это делали, там, в старых источниках. Честно, не буду давать отсылки. Если когда-нибудь кому-нибудь это надо будет, проголосуйте. Я, конечно, придумаю какой-нибудь эссе вам там из Лурии, Ганнушкина, какие-нибудь работы, там, почитаем такие интересные. Но, насколько я вижу, вам нужно сухо, да, вы всегда пишите коротко и по делу, да. Если коротко и по делу, то, в первую очередь, для понимания социопатии нужно отделять ее все-таки от психопатии. И психопатия, она включает, да, как это раньше переводилось, как болезнь души, да. То есть она включает в себя отсутствие вот этой эмпатии, так же, как и у социопата. Так же психопат склонен к агрессии, но у него нет фильтра такого, да, внутреннего. Если ему нужно для достижения какой-то цели, там, себе для достижения выгоды нарушить закон или, там, сделать плохо человеку, он сделает плохо. Но какой важный момент? Как психопат, из-за того, что его эмоциональная сфера сильно приглушена, он, нельзя сказать, что он будет испытывать вот яркую агрессию. Он просто весь эмоционально притушен. И это вызывает свои сложности в наборе его расстройств, если собирать его там расстройства, как пазлы, да, я говорил по ДСМ. Тогда как при социопатии вот эта агрессия является движущим таким поездом, да, для социопата, и он от нее может получать удовольствие. Они очень часто получают удовольствие от унижения других. У них может быть, соответственно, потребность в агрессии, когда они там завидуют другим в чем-то, да. Можно вспомнить различных знакомых с асоциальным поведением, особенно еще в школе это может начинать проявляться. Мальчик позавидовал, что у какого-то там Пети Васи куртка красивая. Он подошел к нему, сказал, что, значит, Петя выглядит как пидор в этой куртке и разбил ему нос. Социопатическое поведение может отнять куртку. Социопатическое поведение. При психопатии и нарушении эмоциональной сферы в плане эмоций, подобных эмоций может в принципе не возникать, могут там возникать другие эмоции. И, как правило, психопатия – это более поздняя история, а социопатии можно отличить на ранних этапах. Это может быть история про задушенных кошек, это может быть история про животных, которым там консервные банки, да, к хвостам крутят, которых душ, тубивают. Это вот у подростков так начинает развиваться. Социопаты испытывают потребность, еще раз, в агрессии, и этим очень сильно отличается от всех других микротерминов, расстройств каких-то и прочее. То есть при социопатии важно понимать, что люди испытывают непосредственную потребность в агрессии. Это могут быть люди, посещающие такие мероприятия, как футбол. Но, конечно же, не просто футбол, они там пойдут его смотреть. Они что туда пойдут делать? Они пойдут туда подраться, правильно? То есть они пойдут туда, как на предлог выместить какую-то свою агрессию. Как правило, социопат с возрастом теряет социализацию. И вообще вот эта приставка социум, социо, да, от социума, да, слова, здесь очень важную роль играет. Все проходит через социум. Социум является здесь важным таким, как бы, да, звеном, участвующим в развитии даже, я бы сказал, социопатии в целом. Чем социопат больше теряет связь с социумом, тем, соответственно, как бы является такой маркер, да, тем больше в нем этой социопатии. То есть, если человек постоянно дерется, если человек нападает на других людей, у него есть неоднократные судимости или его закрывали психиатрические клиники, если он не может трудоустроиться на работу, да, вот вам классическая картина социопатии. В молодом возрасте, как правило, до 30 лет это может начинаться с безобидных походов на футбол, чтобы с целью, конечно же, подраться. Это могут быть какие-то конфликты из-за ничего, не обусловленные какой-то яркой агрессией со стороны. Для социопатов, так как свойственно высокая примативность, социопаты никогда не доводят, как правило, конфликты до конца, если это не, так скажем, ну, уже не конечные там стадии, когда человеку совсем крышу перекрыло, с людьми, которые, ну, допустим, здесь, сейчас могут их как-то сильно наказать. То есть у социопата присутствует форма такого первобытного страха. Ну, короче говоря, если его начинают бить или он знает, что вот здесь стоит там толпа ОМОНовцев, он на нее не побежит. При психопатическом поведении такое может случиться, потому что у людей при психопатии может отсутствовать, соответственно, вообще какой, ну, понимаете, вся эмоциональная сфера, и страх, и ненависть. Вот он похож на параноидальное расстройство. И мне встречались тексты и статьи, когда вот описывалось, когда параноидальное расстройство, и сначала там паранояльный психотип, потом паранояльные всякие акцентуации, потом параноидальное расстройство, и потихонечку скатывалось все в психопатии. Вот тогда да, а социопаты очень часто проявляют такой вот, все-таки страх могут проявить перед сильным наказанием. Но если наказывать их систематично, потихонечку у них на это тоже будет вырабатываться такой своеобразный иммунитет. Поэтому лечить их в плане постоянных наказаний запугиванием считается все-таки малоэффективно. И поэтому все-таки они нарушают закон. То есть в один момент они привыкают, да, как бы адаптируются к этому страху перед законом или к страху, что полиция побьет, он уже начинает и на полицию нападать. Просто ему нужно больше времени, в отличие от психопатии, чтобы адаптироваться к этому страху. Психопаты, как правило, больше такие логики и способны действовать более планированно, более масштабно. Вспоминаем сериал «Карточный домик», там много таких героев, напишите мне внизу какие-нибудь примеры. Тогда как социопаты действуют прямолинейно и очень напрямую и получают удовольствие от агрессии. Вспоминаем всех маньяков, да, то есть вспоминаем всякие фильмы типа «Хостелса», там вот этого или «Хостел», он как он там назывался правильно, вспоминаем «Чикатилу» того же, да. Это примеры социопатического поведения. Вот. И, соответственно, таким образом можно вот их разделять. Опять же, мои объяснения несколько ненаучны данная формулировка, а максимально упрощена. Более научно вы можете прочитать в МКБ или в ДСН, но придется читать много. Но для чего нужно понимать, мы читаем и изучаем психологию и психиатрию? Для чего вы смотрите на ютубе «Психологию и психиатрию»? Ну, может быть, один какой-то процент скажет мне сейчас, что я хочу стать врачом-психиатром, и для этого я смотрю «Психологию и психиатрию». Если вам эта тема интересна в плане лечения, я всегда рекомендую канал «Доктор Тетюшкина». И, соответственно, там вы можете посмотреть что-то там, более такие точные моменты. Даже, по-моему, по препаратам было, как это все лечат и более все сложно. Здесь я рассказываю даже все-таки с уклоном в прикладную психологию. Что такое прикладная психология? Это такой все же как научно-популярный подход, упрощенный. И здесь главное вынести какое-то заключение из этой информации по психопатии и социопатии для вас. Заключение будет следующее. Психопат в своей, соответственно, даже достаточно в своем, ну, таком, если брать с точки зрения градиента, при достаточно сильном психопатическом выраженном градиенте, может быть не так опасен, если вы не мешаете напрямую его каким-то интересам. Если вы не задействованы в его жизни непосредственно, если вы даже являетесь женщиной или там у вас вы живете с женщиной-психопаткой или живете с мужчином-психопатом, не факт, что вы, ну, как-то от этого пострадаете. Он может быть очень холоден к вам, отчужден, но при этом напрямую, если вы, особенно они бывают психопаты, выбирают женщин эмотивных, которые способны за ними ухаживать, выполнять какие-то их поручения. И если вы так делаете, ну, за крайним исключением у вас могут возникать какие-то либо конфликты. Вы ему удобны, вы играете по его правилам, и пока так происходит, в принципе, маловероятно, что он как-то специально из удовольствия будет наносить вам вред физически или морально. При социопатии социопатам может нравиться издеваться над людьми, особенно над близкими людьми. Вспоминаем, есть критерий о нарцистической социопатии, как отдельный, да, под вид нарцисса есть, такой паттический нарцисс. Любая форма социопатического такого поведения будет связана с агрессией, и эту агрессию он будет рано или поздно вымещать на своих родственников. Вот вспоминаем мальчиков, которые, соответственно, бьют своих родителей, бьют маму, папу, бьют сестру. Естественно, когда при условии, что это нормальные семьи, да, мы не берем там уж совсем семьи, но бывает, когда они там все дерутся, алкоголики, и у всех уже там структурные нарушения в мозге, у всей семьи на фоне приема наркотиков и алкоголя. Вот именно, даже более интересно в этом плане благополучные семьи, когда рождается один ребенок-социопат. Значит, далее поговорим еще о причинах социопатии. Далее, что нам еще интересно. Конечно, при социопатическом поведении человек, который живет с социопатом, а социопат, если он имеет нарцистические какие-то наклонности, если все-таки присутствует... У них очень часто присутствует все-таки низкий интеллект. Они не могут найти какую-то профессию сложную. Они остаются на уровне менеджеров, продавцов, допустим, грузчиков, вот кем-то таким. Но если он все-таки получает высшее образование и имеет какую-то логику, да, более высокого порядка, он может специально склонять человека сначала манипуляциями, загонять в какую-то зависимость, а потом постепенно начинать его прям пытать физически. Очень часто такое происходит с женщинами, которые в браке начинают бить мужья. Или, может быть, не в браке, а при совместной жизни. Социопат в ранних своих проявлениях – это история про то, что ломается мебель, разбивается, там, я не знаю, окна, да, наносится ущерб вещам. Может наноситься ущерб вещам, ну, какого-то оппонента, да, с кем ссора происходит. Допустим, женщина-социопатка может разбить, там, телефон мужа, или муж, там, может как-то сломать телефон своей, там, жены или, там, девушки. Вот это вот все начинается. То есть это и такое вредительство физического характера, и вредительство непосредственно вашим каким-то вещам. И вот здесь мне будут интересны ваши примеры в комментариях. Вообще, были ли у вас случаи столкновения с такими людьми? Может быть, я даже сделаю отдельный выпуск. Давайте разберем, если у кого-то были случаи физических или околофизических конфликтов, когда ломали ваши вещи или вас били как-то. Вот мы разберем, социопатия это была или нет. Очень часто путают эпилептоиды с оциопатами. И эпилептоиды могут со временем развиваться, социопатические расстройства вот этой всякой сферы, потому что эпилептоиды тоже очень агрессивны. Но все же, все же социопат это отдельная история, и всегда она завязана на агрессии, дорогие друзья. Также, так как отсутствует у них социальный такой стержень, стержень, связанный с пониманием норм, рамок каких-то поведений, уже расскажу случай из своей жизни. Очень много социопатов знал за свою жизнь. И я думаю, что вот наше поколение, как сказал недавно в одном из выпусков мой коллега, врач, когда мы с хирургом снимали из Одессы, он говорит, вот такой выразился, дети 90-х. То есть была немножко другая ситуация, социопатам было попроще жить. Их далеко не часто закрывали куда-либо в это время, поэтому было зачем наблюдать. Вот один из ярких случаев таких, когда стояла компания, нам, может быть, было лет по 13-12, мы как-то выбрались на улицу погулять самостоятельно, первые такие вылазки делали. И стояла компания, ну, взрослых каких-то парней, на наш взгляд. И они увидели девушек каких-то, и один из парней просто подошел к девушке, значит, и, в общем-то, как-то ее резко там схватил. Это было как, ну, в общем, там какой-то полупарк, какая-то такая темная улица. И помните, всякие эти были, как, ну, как сказать, скамейки, вот сидели раньше, в общем-то, на всем подряд, как говорится, на вот этих вот ступеньках могли разложиться, пить пиво. И вот примерно вот такая обстановка, темные улицы, всякие там, кто-то где-то пьет. Вот, ну, это, видимо, циопат, которого все знали, никто к нему не подошел, достаточно крупный парень, вот. И он просто, соответственно, как-то ее схватил. Он ее не бил, он достал члена и просто членом отхлестал ее по лицу. Это не было вот эрекцией там какой-то, да, то есть это не было сексуальным актом. Это вот такой акт унижения. И уже вот после этого он ее еще там попинал. Это было резко. Это было, в общем-то, без особых каких-то, соответственно, предупреждений. Ну, началось все с шуток, да, там, девчонке вашим мамам взять не нужен, девчонки как-то вообще не отреагировали особо, и вот он так сделал. Такой вот трэш, дорогие друзья. Соответственно, такими вот моментами, да, очень грешат именно социопаты. То есть всегда подмешивается частичка какого-то унижения к физическому насилию. Как правило, физическое насилие идет, ну, фактически беспричинно. Триггером может повлиять, быть триггером все что угодно. И в случае, если ваши родственники являются социопатами, вы подозреваете, что есть социопатическое поведение у вашего даже брата, даже сына, даже папы, даже мамы, тем более мужа, соответственно, совет тут один. К сожалению, самым удачным способом здесь является, ну, как бы почти принудительное, да, какое-то лечение, какая-то форма убеждения, чтобы его начать лечить, но это нереально в российских реалиях. Поэтому здесь совет один, только бежать. Если вас системно избивает ваш муж, это социопатическое проявление, или папа, допустим, избивает, или мама избивает, женщины нисколько не являются исключением, и бывают такими же социопатками. Вот при всех, при этих случаях, пожалуйста, бегите. И никакого другого совета здесь нет. Случаи с нарцистическим расстройством, другими расстройствами, там еще чем-то, я говорю, что можно как-то сманипулировать, еще что-то. Случаи с социопатом никак нельзя. Давить будете, скорее всего, получите еще больше агрессии. Социопат уважает только гораздо силу, и сила, которая в разы превышает его возможности. Это еще может его напугать. Сила, которая даже равная, если он считает человека примерно равным себе по силе, по каким-то связям, то, что он ему особо не навредит, он теряет страх. Поэтому с социопатом сложно. Очень бодаться. И бодаться, в принципе, с ним не стоит. Это люди, которым нужна помощь, в первую очередь, профессиональная. Это люди, именно не способные жить в социуме в том виде, если это идет расстройство, в котором они есть, без лечения какого-либо. И в заключении еще хотелось бы поговорить о причинах социопатии. Генетическая детерминированность, то есть наследственный фактор, генетический фактор, стоит фактически на первом месте. Но не нужно исключать наркоманию. При различных формах наркомании могут быть какие угодно нарушения мозга и психиатрические расстройства. Значит, далее, при, конечно же, при травмах мозга иногда такое может быть. Такие случаи описаны даже на ютубе, они есть. Травмы мозга, вот самый знаменитый случай. Мужчина, что-то там, то ли нефти они добывали, то ли что было. Значит, ему снесло там пол, ну, чуть ли не пол головы. Когда, ну, не знаю, правда нет, значит, как гласит легенда, он чихнул кровавыми ошметками просто, значит, перед врачом там что-то вытекли, прям типа сгустки крови. Значит, уже никто не думал, что он выживет, и он все-таки выжил. И при том, что человек не отличался никаким социальным поведением, он после вот такой травмы начал себя вести как чистый социопат, драться, материться там, бухать и так далее. Значит, кто помнит этот случай, он очень известный, там, напишите мне, как его звали, может быть, кто знает, это очень известный случай, он там есть во всяких научно-популярных источниках. Причиной социопатии, конечно же, гормональные нарушения могут быть. Гормональные нарушения на форме из-за той же, там, аденомогипофиза могут быть. Теоретически, даже при росте дегидростерона, точно так же системном, тоже может повышаться агрессия, и при других факторах, сопутствующих, при уже склонности человека к социопатическому поведению, безусловно, может развиваться, соответственно, социопатия уже в форме расстройства, не в форме акцентуации какой-то, а уже достигать формы расстройства. При экзогенном введении, то есть введении извне каких-либо гормонов, ну, чаще тестостерона и его различных форм, при склонности тоже к социопатическому поведению, социопатическое поведение может очень сильно усугубляться. Поэтому это такой вот препарат достаточно запрещенный. Значит, что хотелось бы еще сказать. Пишите свои вопросы. Еще раз повторюсь, что несколько, совсем я все упростил, несколько научно-популярный такой выпуск вышел. И если с точки зрения науки рассматривать такой сухой, то разницы между психопатией и социопатией нет, но будет множество кластеров и множество подвидов этой самой социопатии. Поэтому смотрите, как вам проще. Если будет достаточное количество лайков, просмотров, комментариев, без проблем я сниму социопатию по ДСМ. Пишите, если это интересно. И мы тогда будем разбирать там все вот эти вот подвиды, да, всех всяких разных асоциальных расстройств. С вами был Кравцов Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я обязательно вас жду на своих онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok